Дмитрий Иванович Каковцев А мама Александра Дмитриевна, урожденная Лермонтова Внучатый племянница поэта Михаила Юрьевича Лермонтова Преподавательница гимназии В начале 20 века дом Каковцевых являлся одним из центров культурной жизни царского села В нем бывали известные поэты, писатели, художники Проводились вечера, балы, маскарады С юных лет Дмитрий Каковцев увлекся поэзией, стал писать стихи Учился в царкосельском императорском Николаевском гимназии Кстати, в одном классе с Николаем Гумилевым Оба молодых человека боролись за звание первого царкосельского поэта Тема многих стихотворений Каковцев была средневековья Дмитрий писал свои стихи в традиционной манере Во взглядах на поэзию они с Гумилевым расходились Потому что Каковцев отрицал модернизм и декаденс Но это не мешало обычной гимназической дружбе поэтов Так Николай познакомил Дмитрия с Анной Горенко Анна Горенко-Тахматова Они вместе стали бывать в его доме Дмитрий Каковцев окончил гимназию в 1906 году С серебряной медалей Учился на юридическом факультете Петербургского факультета После этого получил университетское образование В течение нескольких сезонов жил в Париже Учился в Сарбоне Путешествовал по Европе, писал стихи Увлекся философией, поиском духовных откровений И мистикой Ну, кстати, это нашло отражение в его произведениях За свою короткую жизнь поэт издал Три стихотворных сборника Это «Сны на сере» В 1909 году «Вечерний поток» В 1911 году И «Скрепка ведьма» В 1913 году Его стихи упоминали в своих лицензиях Валерий Брюсов и Иннокентий Анинский Весной и летом 1917 года Каковцев служил переводчиком в генеральном штабе Ну, в общем-то, неизвестно, как сложилась его судьба Если бы в Петрограде летом 1918 года Он не стал жертвой эпидемии холера Умер Похоронен Каковцев на Смоленском православном кладбище В Санкт-Петербурге На основном Осетевском Ну, вот несколько слов к биографии Дмитрия Каковцева А теперь стихотворение Смешное стихотворение В альбом «Кружка поэт» Вечера Случевского Был такой кружок Жить со мной нелегко Я не из толстовцев Яко-ко-ко-ко-ко-ко-ко Яко-ко-каковцев Смешное стихотворение Следующее Пародина стихотворения «Жираф» Гумилева Видимо, у них такая была какая-то внутренняя борьба Между Гумилевым и Каковцевым Действительно, когда они учились в царскосельском, императорском, императорской, николаевской гимназии Сегодня особенно как-то умаслен твой кок И когти особенно длинные, вонзаясь в меня В тени Баобаба, призывной лаской маня, изысканно ждет носорог Вдали он подобен бесформенной груди трепия И чресло ему украшает такие цветы Какие бы в порыве их стаза не выдумал я, увидев пал бы в обморок ты Я знаю веселые сказки про страсть обезьян Про двух англичанок, зажаренных хмурым возднем Но в платье твоем я сегодня заметил изъян Ты вымолкнулся под холодным осенним дождем И как я тебе расскажу про дымящихся мисс Про то, как безумные негри прессали, как кубок Ты плачешь? Послушай, где цепка лиана сплелись И изысканно ждет носорог Так, следующее творение называется «Сны на севере» Страну снегов, в угрюмых краях молчания Где небеса и тусклые грустны Несут обман в огне очарования Из райских кущ пленительные сны Там, где пройдет волной тепла и света Кудрявый сон, пеша под нищий кров Озрядая улыбку и привета Седая мгла по скривых вечеров Расцвел обман ласкающий и нежный И даль в лучах ликующий светла И о любви несбыточно безбрежной Как чудный хор поют колокола Пусть смерть царит и скудный край молчания Напрасно ждет смеющейся весны Ему несут в огне очарования Плохий блеск пленительные сны Красивое стихотворение А вот стихотворение называется «Декабрь» Седой ведун, красив твой буйный век Твои снега желанный плен для взора Ты заковал просторы властных рек Заколдовал прозрачные озера Вокруг светлей от снежного гора Упойный предвестием чистых нег Рубиный зорь украфья дальний снег Зажгли костры пьянящий плен для взора Ты злой ведун, но действен твой наряд Твои цветы алмазами горят Свети земля, как белая поэма Твоя стезя молитвенно чиста Ты снежный путь святыни Ефлеема Глезди волхов и благости Христа А это небольшая выборка Выборка из стихотворения Париж И трубы вражеского стара Звучат все глуши и грозна Грозней седого океана Стает народная война Понемлите гневному Парижу Он говорил родной земле Я битвы новую предвижу И путь побед в кровавом угле Я поздней жалости не внемлю Тому и гибелью воздам Кто дерзко топчет нашу землю Кто мечет бомбу в Нотр-Дам Одет, как встарь, в огни и в дыны Я буду мстителем обид И сейчас неизгода Он стоит, как Франция непобедила Пятнадцатый год, Петроград И последнее хитворение, которое хотел Людком почитать Оно называется Птицефениц Посвящено как овцу Птицуфениц увидеть хотел Турбадур И скитался в Аравии знойной То воинственный смел, то печальный хмур Как пытливая мысль беспокойной В божьем небе сменилось одиннадцать лун Много жемчуга выпало в росах И в медине певцу сладкогласный колдун Подарил чудодейственный посох Этим посохом дивным он чертит круги Он зовет мне земную подругу И не смеет никто, ни друзья, ни враги Подойти к заповедному кругу Только ночью шепчет Черная нежна Не мечталь твоя в муках ослепла Говорят ведуны, птица Феникс Должна изгореть и возникнуть из пепла Ты не зноем пустынь, а любовью томим И костер ее в сердце поэта Птица Феникс любовь и надложим твоим Эта птица поет до рассвета Париж, 1912 год, февраль Ну вот я познакомил вас немножко С творчеством и биографией Русского поэта Дмитрия Ивановича Коковцева Все, всем пока, всем привет, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok